Купил пробку на бензобак Новый насос подкачки 5 метров топливного шланга И 3 топливных фильтра Новых на всякий случай Насос подкачки от Land Cruiser Купил, поставил, подключил Новый уровень, датчик уровня Воды в топливном фильтре Маленько все солярой залил Но это ничего страшного Теперь у меня бензобак Вот эта бочка 200 литровая Вот я у меня шланги, подача, обратка Все провел Здорово, ребят, время 7 утра В 6 проснулся Завел грузовик Полярка, тут тепла, надо заткнуть У меня, короче, тут Бензобак нового поколения Надо стяжкой им притянуть шланги И заткнуть дырку с бочки С утра пораньше весь в солярке уделался Но это ничего страшного Вот такой у меня теперь бензобак Соляробак Бак Просто Все в солярке Издал, что по кочкам ехал Разлилось Бочка чистая Новая из-под масла была Вот, там мусора никакого нету В Иркутск приеду Бензобак промывать буду Потому что С таким баком Ну реально не делаю Ну и везде есть свои плюсы Теперь до самого Иркутска Заправляться не надо будет У меня 200 литров соляра в бочке Он расплескал, немножко течет Ну тоже как бы Ничего страшного Фильтра топливные новые Купил 3 штуки Вчера Выезжаю из Красноярска Тут тоже такие развилочки, мосты Горы Красиво в принципе Когда ни разу в городе не было Точнее я был в Красноярске Но Маленький когда был В детстве совсем еще Не помню ничего А так Необычно другой город Там походу какой-то горнолыжный курорт Что ли у них там Подъемник На сноубордах наверное катаются Выехал на трассу с города С бочкой вместо Топливного бака Едет намного лучше На забитом баке Я больше 60 разогнаться не мог Сейчас спокойненько Вон 85-86 И это в полгаза как бы Он соточку может ехать Но этому дизелю нежелательно Чтобы его так педалировали жестко Догнал грузовичка Не знаю пока что за грузовичок Но тоже маленький какой-то Так вот я думал Что мой доходяга А этот тоже перекошенный на один бок Весь такой еще и дымит Как этот Такое ощущение что в нем солярка вообще не сгорает Черным дымом дымит Едет С горки и по прямой педалирует быстро Этот грузовичок А вот чуть горочкой Сразу 60 50 Он либо груженый хорошо Либо просто он уставший Уже и горки не тянет К моему как-то вообще Ну я во-первых Пустой во мне Килограмм 350 всего Груза В кузове Но мне как-то без разницы Я что в горку педалирую 80 Что с горки 80 То есть Он может и соточку Но я просто не даю газцу больше В Болгазово все горки заезжаю 986 километров до Иркутска осталось Планирую Одним ходом доехать До Красноярска 530 километров Я ехал 14 часов А здесь планирую Также часов за Не знаю там 15 Доехать до Иркутска уже Но потому что Сейчас он не глохнет Нормально Катится Никаких приключений Тьфу-тьфу-тьфу Нету Все-таки обгоню я Это чудо морское Что это такое-то Тойота Дюна Да, только годом посвежее Маленечко Годом посвежее А по состоянию Видимо и похуже Немножечко Дюна это оказывается Но я так и думал Что это Дюночка Или Эльфик Но у той Дюночки уже поинтереснее Мне морда больше у нее нравится Это уже после 2000-го года Морда такая пошла Она мне симпатизирует Хотя может быть и до 2000-го У меня это вообще древнее 1989-го года Газель шагает медленно в горочку Решил подобогнать Пока есть возможность такая Подобогнал Газель Хотя я сам шагаю Это не быстро Слушайте, походу под горку Тоже тормозить начну Четвертая На пятая не тянет Такую горищу Легковушки мчат Вообще Гора серьезная Прям Сейчас на Холодом дуть начала И в ней видимо так же Как в баке 30-летняя грязь отвалилась И все соты забила Сейчас где-нибудь Когда пожрать Остановлюсь Переподключу печку Еще раз Чтобы Ну Патрубки переподключу Чтобы в обратную сторону Циркуляция в печке началась Может быть теплее Дуть начнет Распечатать Соты Которые запечатались На некоторое время Хотя бы потеплее Станет Грузовичелы едут Со скоростью 35 км в час Надо где-нибудь Их подобогнать будет А их двое Там медленных таких И я не на особо Гонки-то еду Длинный на отгон пошел Он еще и с прицепом Встречек вроде нету Я тоже за ним Встречек нету Неплохо педалирует Да его наверно Не буду обгонять За ним поеду 80 км педалирует У них вага Еще один медленный Так, что там есть Кто-нибудь на встречке Успеем 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 Нормально То чувство Когда панель приборов Тебе больше не пригодится Спидометр лег на ноль Количество топлива Все равно не покажет Потому что у меня сейчас Бензобаком является Бочка 200-литровая Только один прибор Температура двигателя Теперь работает Остальное Ничего не работает Я устал уже мерзнуть Сейчас вот Остановлюсь где-нибудь И буду Пытаться отремонтировать печку Прям вот здесь Вот кафе какой-то Можно зайти пожрать Что-нибудь будет Сейчас и руки помыть заодно Сейчас Печку по-быстренькому Подшевелю Проверю Чтобы она теплом дуть начала Потому что уже реально И нос, и уши Все отмерзает Не хотелось бы простудиться Вот они мои два шланга На печке Один шланг на печку Кипяток прям горячий А второй ледяной Потому что сам радиатор печки Засратый И ничего сквозь него не протекает Сейчас маленечко погазую Чтобы Через радиатор Антифриз прогнало Так Включаем печку Но не кипятком Хотя бы теплом задуло И меня это уже радует Значит уже не замерзну Сейчас пойду в кафешку Зайду Руки помою Зашел в кафе Руки помыть Думал в туалет сходить Руки помыть Туалет не работает Воды нет Так и живем Еще одна какая-то Кафе Русь Мы открылись Поеду в другую кафешку А что делать-то? Руки мыть надо Не буду же антифризными руками Еду трогать Приятного аппетита Мне все Соляночку съем И в путь Поел Руки помыл Выдвинулся Сейчас буду тестировать Печку Должна жарить Но не то чтобы жарит Но горяченьким таким Градусов 45-50 Дует Рука терпит Но уже сейчас в кабине Тепло будет Нос хотя бы не отмерзнет Можно будет нормально Педалировать дальше Как кайфово Когда печка-то работает Я уже разделся В футболке Ну в смысле в кофте еду Прям вообще по кайфу Тепло Прям Ташкент Еду Вон лес какой-то Проезжаю Березовую рощу Какую-то Поля Горы закончились Поля начались Горочка какая хорошая Прямо накатом Вообще Качусь Неплохо такая Разгрузочка Двигателю Правда я вот в эту горочку Заезжал сейчас тоже Она такая же длинная Как вот сейчас спускаюсь Она такая же длинная В подъем была Едем Едем В соседнее село На дискотеку Как веселить Я в дороге Не знаю Скучно Уже семки грызу Музыки нету Радио не ловит Интернета нету Вообще Приуныть можно Вчера весело ехать было Без музыки Без интернета Весело Так веселился Вчера Что никому Веселиться Так не посоветую Километров Наверное 180 Красноярска Отъехал И вообще Кроме вот как Печку сделал Ничего больше не делал Но Печка это временное Явление Ее сейчас забьет Ее надо будет По новой Переподключать Я думаю Километров через 150 Она уже опять В холодном Будет начнет Ладно Время покажет Заезжаю в город Канск Иркутск 860 Километров Налево Город Канск Пойдет В объезд Ну ладно О Иркутск 834 Километра Иркутск Становится Все ближе И ближе Все таки Заехал В Канск Не объехал Думал Объеду по трассе Не объехал Специально Для тех Кто говорит Что в Кемеров Плохие дороги Да вы просто В Канске Не были Капец Просто дорог Нету Вот тут асфальт Есть Но лучше бы Его не было Вообще Такой асфальт Отвратительный Просто Омерзительный Я бы сказал Капец Просто Жопа Подвеска Походу Останется В Канске Сегодня Дальше Без нее Поеду Ехал Дороги Не было Теперь Совсем Закончилось Что то Ремонтируют Ремонтируют Что то Ребята Делают Уже машины Навстречу Едут На 38 Номерах Все А это О чем Говорит О том Что скоро Подъедем К Иркутской Области Река Верблюд Верблюд Где он Где эта река Нету реки О Иркутская Область Иркутский Регион Я даже Останавливаюсь Наверное Здесь Сфотографирую Ссыкну В Иркутскую Область Приехал А что там В бензобаке У нас Непонятно Но раз едем Значит Что то есть Вот Еще Двадцаточка Соляры Стоит Поэтому Без топлива Точно Не останемся С колесами Все в порядке Аккумулятор На месте Резина Не нагреваются Колеса Это хорошо Ну ка С этой стороны С этой стороны Тоже холодное Колесо А я его Обгонял Пора ехать Стартер Приказал Швах Стартер не хочет Крутить Втягивающий Умирает До Иркутска Доеду Буду Ремонтировать Заведешься Ты сегодня Нет Вот так Вот Сейчас буду Сидеть Клацать Стартером Пока он Не захочет Ворощать Двигатель О Что-то Было О Еще раз Было Сейчас Значит Уже Скоро Признаки Жизни Были О Все Запустились Можно Отчаливать 673 Км До Иркутска Что-то Продают Непонятное Надо Остановиться Спросить Что продают Что это Такое Калина Клюква Здрасте А это Что такое Это Все Хотел А Я просто Маленько Не местный Смотрю Там стоят Тут стоят Мои видео Видишь Здорово Ну здорово Так Насмотрел Как ты Ехался До края Ну понятно Так это что Варенье Или что Варенье Травы Разбил Варенье Шишки Травы Шли Понятно Ну говори Привет Ютубу Сегодня Доеду До Иркутска Надеюсь Вон Видишь У меня Бензобак Какой Сзади Я Прямо В бочку Закинул Короче Чаю Чаю Да тогда Сейчас Припаркую От Алью Попью Чаю С тобой Решил Остановиться Узнать Что Продают Интересные Баночки Проезжал Какие-то Там Баночки Там Баночки Оказалось Вареньем Занимаются Варенье Настойки Всякие Там Разные Штучки Приколюшки Вот Подписчик Мой Оказался И это Угостил Меня Сосновая Вытяжка Кедровая Вытяжка Там Помогает От Заболеваний Простудных Всяких Разных Пообщался Наверное Минут Тридцать Двадцать Постоял Очень Интересный Позитивный Человек Саня Его звать Здорово Саня Спасибо Большое За Подгон Такой Сейчас Доеду До места Обязательно Попробую Когда ты Этот видос Увидишь Значит Я уже Попробовал Ой Все Задеревенело Сколько Я часов Еду Уже Короче Двести Пятьдесят Километров До До Иркутска Осталось Что-то Я уже Весь Устал Ноги Хоть Размять Выйти Нам Телефон Взять Спать Рубит Маленечко Решил Заехать Попить Что-нибудь Энергетика Какого-нибудь Купить Сейчас Попробую Что-нибудь Приобрету На заправке Сейчас Сникерсом Закинусь Энергетиком Зальюсь И уже До Конечной Доеду Ну Нормальная В принципе Осиливаю Тысячу За один Присест Километров То проехать Ночь На дворе Холодно Стало Вообще Дубак Печка Нифига Не греет Останавливаться Что-то Неохота Что-то Патрубки По новой Перекинуть Сейчас Покажу Не знаю На камере Будет видно Или нет Пар сорта Идет Вообще Дубачелло Просто Полнейший Вот эти Два Сраных Патрубка Сейчас Поменяю Получается И Печка Жарить Начнет Самое Обидное Что Съел Сникерс Запил Энергетиком Ну Или Наоборот Сейчас Изжога Началась А с собой Ни соды Ни сигарет Нету Ничего Чтобы Блин Изжогу Потушить Поэтому Сейчас Три часа Буду Трестись И Терпеть До самого Иркутска Сейчас Печку Сделаю Попру Дальше Будет Жарко Стартер Просит Ремонта Все Чаще И чаще Остановился Перекинуть Патрубки Естественно Заглушил Запускать Не Запускается Завел Сука Поехал Я Иркутск Держись Не Не Чувак Я Тебе Не Уступаю Там На аварии Кто-то Стоит На Тебе В Шоп Прием В Иркутск Так Так Ладно Объехали Вроде Ничего Страшного О Мамонты Живые Мамонты Настоящие Живые Мертвые Мамонты Офига себе Что я увидел Так Как бы не глушить Грузовик А то не заведу Сейчас в бордюр Задними колесами Упрусь Наверное О Уперся Так Аварийку Включил Нитрал Все Все Настоящих Живых Мертвых Мамонтов Нашел 1675 Года Мамонты Офига Он лапу поднял Ох ты Нихера Себе Ого А это Кто Меня встречает Там Фигаси Я думал Он там Это А это Гадкий Утенок Поросенок Сука Не сказал Мне Ничего Вот Козлина Включай Давай Ну Я вон За тобой Еду Ну Здорово Здорово Наконец Стоит И встретились У тебя Словились А так Ты сзади С какой Стороны Ехал Откуда За тобой А так Ты сзади Меня Ехал Нихая Себе Ебать Вот Увидел Короче Тело Теперь С которым Общаемся Давным Дом Вообще Фига Я короче Смотрю Думаю Что за Грузовик Я уже Хотел Подбежать Сказать Думал Что на аварий Стою Короче Кто-то Подъехал Потом По этой Я узнал Как ее Апарель Приваренный Сука Жесть Вообще Ладно Короче Потом Камеру Включим А ты Сейчас С выключенной Стоишь Я Включен Почти Доехал До Иркутска Километров Наверное 80 осталось Тут пробка Какая-то Организовалась Роман Ничего не сказал Короче Мне навстречу Выехал И короче Я проехал Он сзади Меня ехал Даже Ничего не сказал Я остановился Мамонтят Посмотреть И он Подъезжает Вот я Крайне Удивлен был Такому Исходу Событий Но ничего Сон аж пропал Пробку Проехали Наконец-то Вот Сейчас тут Церковь Какую-то Проезжаем Поселок Тельма Или Тельма Не знаю Как правильно Но В общем Вот Красиво Тут довольно-таки Церквушка Вон такая Красивая Трехэтажная Или четырех Четырехэтажная Нормально Так Для поселка Вообще Шикарно У нас даже В городе Такой Красивой Церкви Нету Короче Прям В пала Сдавлю Километров 110 Наверное По максималочкам Может И 115 Сука Быстрый Какой В точку Уходим У меня Просто В отсечке Дизель Больше Не едет Все Приехал В Иркутск У меня Роман Встретил Все нормально Вот Наши Грузовые Шины Стоят Спасибо Что смотрели Ставьте лайки Комментируйте Хрен его знает Короче Когда этот Видос Выйдет Но Раз Вы его Видите Значит Он вышел